Да, Патриот-центр и движение первых в целях патриотического воспитания и улучшения подготовленности до призывной молодежи реализуют проект в виде республиканской военно-спортивной игры «Ополченец-2023», которая посвящена героям специальной военной операции. Игра является общекомандной. Команда выступает в составе 10 человек, проходит по 5-6 дисциплинам. По 5-6 дисциплинам – это строевая подготовка, это турник, разборка-сборка автомата, это уроки истории, также стрельба из винтовки. Данная игра проводится у нас в три этапа – это муниципальный этап, зональный и финальный этап. 1 ноября был дан старт. 2 декабря финал прошел в Каспийской гимназии номер 11. 16 команд старшеклассников от Южно-Сухокумска до Дербента соревновались в этот день за звание лучшей. Открыл завершающую игру и поприветствовал ребят от имени главы города Бориса Гонцова, председатель собрания депутатов Каспийска Абдул-Вахид Джаватов. Это вообще хорошая традиция, которая сейчас возрождается в Дагестане. Раньше эта игра как-то называлась по-другому, зорница, и мы все, мы с тобой старшее поколение, были все участниками данной военно-спортивной игры. Это хорошая традиция, надо, чтобы она повторялась, чтобы она увеличивалась. Желаю нашему боевому другу Аскеру Магангазевичу, чтобы эту традицию продолжил и развил в более широком формате во всем нашем городе и в Республике Дагестан. Почетными гостями мероприятия стали директор ДАК «Патриот-центр» Рамазан Магомедов, участник СВО Азиабудин Абдулаев, начальник управления культуры города Аскерхан Гасанов и многие другие. Вы здесь должны понимать, в данный момент вы сейчас в строю, вы единая команда, и это никогда не забывайте. И знаете, для чего у вас выросли родители? Слушайте своих родителей, любите друг друга, как я всегда говорю, любите своих учителей, любите свою школу, любите свой родной город, любите нашу маленькую родину Дагестан и нашу страну Россию. Финалисты соревновались в строевой подготовке, разборке и сборке автомата, притягивании каната, знании истории России и других дисциплинах. Также на площадке были организованы показательные выступления по армейскому рукопашному бою и творческие номера. По итогам игры лучшей стала команда Сергакалинского района. Второе место завоевали ребята из Южно-Сухокумска, а третье место разделилось между Тарумовским и Кизлярским районами. Победители наградили дипломами, кубками, медалями и ценными призами.